Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видео обзоры, я хочу остановиться и более подробно рассказать об одном сорте, который многим совсем неизвестен. Я уже писала про него статью, она далеко-далеко там зимой, но я сейчас ее подниму и сделаю рассылку. Это сорт жаростойкий и болезннеустойчивый. У меня нет для него ни пачки, ни картинки. Вот осталась старенькая, вот эта, в которой я когда-то много лет назад покупала ее. Я сейчас вам прочитаю. Прекрасный среднеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Растение штамбовое, высотой до 100 см, плоды округлые и красные, очень сладкие, массой до 100 г, пригодным для потребления в свежем виде и приготовления томатопродуктов. Особенность сорта, способность в любое время, в любое лето завязывать множество отличных плодов, просто в уходе и устойчив к болезням. Сейчас расскажу все это своими словами. Вот его способность завязывать плоды в любых погодных условиях, это значит, из-за того, что у него толстый, очень толстый ствол и листья, он весной не боится заморозков, вот эти толстые листья, они как-то меньше подмерзают, а летом он не боится жары, потому что тонкие нежные листики других сортов, они как-то зажариваются, даже засыхают, эти остаются все целые. Вот видите, сейчас осень, лист выглядит так, куст, что как будто его только посадили, он еще цветет, еще завязывает томатики, никакая болезнь, несмотря на то, что у нас полтора месяца идет дождь, никакая болезнь ни к нему не пристала, ему не страшна ни сырость, ни жара, вот такой какой-то интересный сорт выведен, он, можно выращивать его и в теплице, и на улице, высота 1 метр, очень удобно для теплицы, он не израстает, можно не посынковать, если вы посынковать не будете, у вас плодов будет, вот без посынкования у меня, плодов будет много, но они будут как вот такие средние, выровненные, если бы вы, если бы я его посынковала, плоды были бы вот такие покрупнее, покрупнее, но их было бы меньше, насыщенный ярко-красный цвет удобен тем, что его прекрасно можно использовать в томатопродуктах, кетчуп, пасты различные, соки, лечи, многие ищут именно вот такой яркий-яркий выраженный красный цвет, вот он, все томатики ровные, видите, что они не повреждены фитофторой, я вчера обобрала несколько кустов, мало того, что у него кусты еще целые все, у него и томаты все ровные, никаких, нет уродливых, вот как у крупных, нет деформированных, они все одного размера, очень хорошо идет и на салат, и на всякие заготовки, универсальный сорт, я про него писала статьи, они где-то далеко там зимой, сегодня подниму, вот этот сорт не очень распространен, я не вижу его часто в магазинах, чтобы продавался, но запомните название, жиростойкий и болезнеустойчивый, очень хороший сорт, подойдет и для регионов с холодным климатом, потому что, как я уже говорила, листики толстые, не подмерзают, подойдет и для регионов с жарким летом, плодоносит очень допоздна, вот сейчас у нас, я обобрала все томаты, потому что передали прогноз, идет в Сибирь, идут заморозки до минус трех, уже ночами будет, жалко, что вот такая красота пропадет, а вообще он мог бы плодоносить еще долго-долго, вы видите, что он еще вполне дает деток, цветет, завязывается, вот это сорт жиростойкий и болезнеустойчивый, очень урожайный, простой в уходе, не посынковать можно, не прищипывать, но подвязывать надо, потому что много сильно плодов, красивый, устойчивый к болезням, переносит одинаково и холод, и жару. До свидания, с вами была Ольга Чернова и видеообзор сорта жиростойкий болезнеустойчивый. Субтитры сделал DimaTorzok